Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такую оценку ковидной картине дал министр здравоохранения региона Борис Немик. Коронавирус ведет себя нелинейно. Показатель ежесуточного прироста инфицированных в последние несколько дней колеблется от 5 до 8 тысяч человек. По состоянию на 16 февраля за последние сутки в крае зарегистрировано 7193 заболевших. Из них 62 в Норильске. В 85% случаев это штамм омикрон. Лишь 15 приходится на дельту. При этом, по словам вирусолога Анатолия Альтштейна, вырабатываемые организмом антитела к омикрону не могут нейтрализовать другие разновидности коронавируса. Поэтому списывается счетов в дельту пока рано. Тем временем ученые продолжают изобретать все новые способы борьбы с ковидом. В ближайшее время стартуют клинические исследования нового препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Как заявил директор научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинсбург, соответствующие документы уже поданы в Минздрав. Какие предметы единого госэкзамена стали самыми популярными среди норильских школьников в этом году? На этот вопрос ответили в Управлении общего и дошкольного образования. Ранее статистику в целом по Красноярскому краю представил региональный Минобор. Там рассказали, что большинство детей собираются сдавать общество знания. Вторая по популярности – биология, а затем информатика. В нашем городе рейтинг несколько иной. Подробности в сюжете. До первого единого государственного экзамена осталось чуть больше трех месяцев. Сегодня 11-ти классники вовсю студируют учебники. Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать 1242 норильчанина. Как обычно, два предмета для школьников обязательны – русский язык и математика. Последний сдают в двух форматах. Базовом – его предпочли 620 человек. И профильном – его выбрали 564 выпускника. Затем идут предметы по выбору. Тройку самых популярных предметов замыкает биология. Ее выбрали 225 ребят. На втором месте – информатика. Ее будут сдавать 247 человек. Что касается лидера рейтинга – тут без сюрпризов. Это общество знания. То есть у нас самым популярным 573 выпускника выбрали этот экзамен. Это почти 46% сдающих экзамены. Общество знания оказалось единственным гуманитарным предметом, который вызвал интерес у норильских школьников. Так мало кого заинтересовала литература. Что касается иностранных языков, к английскому готовится всего 119 ребят. Интересный момент. Один школьник заявился на сдачу и английского, и немецкого сразу. Он оказался в принципе единственным, кто будет сидеть за партой во время сдачи немецкого. Напомним, единый госэкзамен в формате эксперимента появился в начале 2000-х. Официально ЕГЭ вошел в жизнь школьника в 2009-м. Его цель была простой – уравнять шансы всех выпускников страны на поступление в высшие учебные заведения, в том числе в престижные столичные вузы. До этого поступить в последние можно было только с помощью дополнительной подготовки, которая чаще всего давалась при самих университетах. Сегодня ЕГЭ – это два экзамена в одном – тестовая и практическая части, что делает проверку знаний более беспристрастной. Ведь тестовая часть проверяется компьютером. ЕГЭ по-прежнему стресс для многих ребят. Но норильчане, судя по средним баллам, с волнением справляются достойно. Но в целом надо сказать, что если по баллам сравнивать именно по величине балла за предмет, то количество баллов, набранных нашими выпускниками, мы, в общем-то, на уровне края находимся в лидирующем положении. В этом году ЕГЭ будут сдавать в два этапа – досрочно с 21 марта и в стандартном режиме. Досрочный формат удобен для выпускников прошлых лет и для тех, у кого проблемы со здоровьем. Основной этап начнется 26 мая и завершится 2 июля. Как и в прошлом году, экзамены пройдут с соблюдением всех антиковидных мер. А на входах в пункты проведения экзамена школьников будут ждать магнитные рамки. Пронести с собой телефон или планшет не выйдет. Екатерина Алексеева, Надежда Болдакова, Владислав Моисеев. Норильские новости. Транспортные полицейские задержали собирателя Марк. Вот только к Филателии никакого отношения он не имеет. Стражи порядка арестовали норильчанина в почтовом отделении, когда он получал письмо из Москвы. Внутри конверта полицейские обнаружили деловую корреспонденцию сюрпризом. К документам были прикреплены марки, и вовсе не почтовые. Бумажные адрески были пропитаны психоактивным веществом ЛСД. Общая масса вещества составила 0,07 грамма, что, согласно законодательству, является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по 228-й статье. Мужчине грозят штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы до 10 лет. В Норникеле определили лучших наставников по профессии флотатор. Конкурс профессионального мастерства прошел на Толнахской обогатительной фабрике. Участие в нем приняли 9 человек. Какие задания им пришлось выполнять, чтобы продемонстрировать свое мастерство, расскажет Анастасия Сидорова. Получение металла из руды – дело технически сложное и требующее постоянного контроля. Для того, чтобы производство шло как по маслу, и нужны флотаторы. Эти специалисты постоянно регулируют процесс обогащения. Работа физически тяжелая, но конкурсантки справляются. Азалина Ишимгулова, флотатор Толнахской обогатительной фабрики, рассказывает, есть свои трудности, но о выборе профессии не жалеет. После окончания колледжа решила работать по специальности и приехала сюда. В первую очередь это новый опыт, очень интересный конкурс, выявление наставнических качеств по специальности. В конкурсе приняли участие сотрудники Толнахской обогатительной фабрики, Медвежьего ручья и Центра инженерного сопровождения производства. Соревнования проходили в несколько этапов. Первый этап – практический. Второй этап – это у нас внештатная ситуация, которую проводит Департамент промышленной безопасности и охраны труда. Третий этап – теоретический, на проверку знаний в области ПБ и ОТ, соответственно, специфических каких-то знаний для флотатора, для девушек, которые, собственно говоря, работают в этой профессии не один год и разбираются в своем деле. Самая сложная – практическая часть. Участницы должны были подготовить флотационную машину к работе, описать порядок своих действий и сымитировать запуск оборудования. Важный момент – определение плотности пульпы и количество подаваемых реагентов. Оценивала конкурсантов специальная комиссия. Это пальная система. У нас практические занятия, потом будут проведены тестирования по флотации, по их профессии. И там тоже пальная система, общая суммируется, определяем, тоже все-таки из лучших стал лучшим. Азалина Ишимгулова стала третьей по итогам конкурса. Первое и второе место поделили сотрудницами «Двежьего ручья». Серебро у Елены Бодашковой, золото у Кристины Майковой. Екатерина Алексеева, Анастасия Сидорова, Никита Левенец. Норильские новости. Городская библиотека номер 3 приглашает норильчан принять участие сразу в трех новых конкурсах. Горожанам предлагают продемонстрировать свои таланты в чтении стихотворений, рукоделии и актерском мастерстве. Подробности в сюжете. Городской конкурс «Весь мир театр» объединит творчество и благотворительность. Так юным норильчанам предложат смастерить поделку своими руками, игрушку, театральный атрибут и даже макет целого театра. Библиотека определит по три победителя в каждой возрастной категории и вручит дипломы и подарки. А весь хендмейт впоследствии пойдет на доброе дело. И затем эти работы с конкурса выставляются у нас на благотворительной ярмарке, которая проходит два раза в год в нашей библиотеке. Данная ярмарка в этом полугодии состоится в апреле, где мы выставляем работы конкурса «Весь мир театр», и который сейчас действует у нас в конкурсе, еще посвященный фольклорному празднику Масленицы. И по реализации всех работ с творческих конкурсов мы деньги перенаправляем в благотворительный фонд «Территория добра», для того, чтобы помочь на лечении какому-то ребенку. В другом конкурсе, посвященном юбилею детской поэтессы Юны Морец, дошколятам предложат выучить стихотворение автора и прочитать его наизусть перед жюри. Музыкальное сопровождение и тематические костюмы только приветствуются. Стартует и конкурс для всей семьи «Читай город». Мамам, папам и их ребенку нужно будет подготовить визитную карточку и выполнить домашнее задание. В каждой возрастной категории определяется первый, второй, третий. И бывает, что жюри не может определиться. Мы даем по два, первых, по два вторых, два третьих, потому что работы настолько уникальные, замечательные, что жюри решает наградить таким образом. Поэтому мы дарим, конечно, диплом обязательно и награды, конечно, от книги. И самое дорогое – это книга. Заявки на все три конкурса начнут принимать в марте. Все подробности на официальном сайте Централизованной библиотечной системы. Артем Тютюников, Александр Вори, Норильские новости. У нас на этом все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. Я с вами прощаюсь. В студии была Надежда Балдакова. Всего вам доброго.